Эфир телеканала Белару 4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Стали известны некоторые подробности ДТП в Новобелеце, в котором на прошлой неделе погибли водители-пешеход. Напомним, 3 апреля 59-летний гомельчанин, двигаясь на автомобиле Ауди 80 по улице Ильича в Гомеле, выехал на тротуар, где совершил наезд на женщину, которая от полученных травм скончалась на месте. Ранее сообщалось, что водитель отпросился с работы домой, чтобы потом поехать к врачу. Но в пути его состояние резко ухудшилось, и он потерял сознание. Автомобиль выехал за пределы проезжей части, и остановить его удалось только при помощи ручного тормоза уже после наезда на женщину. Сделал это пассажир. По предварительной информации судебно-медицинского эксперта, водитель скончался на месте происшествия от остановки сердца. Сейчас эксперты выясняют, имелся ли в крови у мужчины алкоголь, лекарственные, наркотические или психотропные вещества. Во избежание подобных аварий ГАИ напоминает, что управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии запрещается. Также нельзя это делать под воздействием лекарственных средств, снижающих внимание и быстроту реакции. К другим происшествиям на дорогах. Утром 6 апреля в Паричах Светлогорского района водитель легкового автомобиля сбил мужчину. Пострадавшего с тяжелой травмой доставили в больницу. По предварительной информации мужчина со своим братом шел по краю проезжей части. Оба катили велосипеды. Водитель Вольво на закруглении дороги зацепил одного из них. Пострадавший с тяжелой травмой головы доставлен в Светлогорскую районную больницу. Следователи проводят проверку. В этот же день в Мозыре произошло ДТП с владельцем другого двухколесного транспорта. Водитель, управляя мотоциклом Сузуки, двигаясь на подъем по улице Интернациональной города Мозыря, не справился с управлением из-за неправильно выбранной скорости, наехал на бордюрный камень, после чего опрокинулся. В результате происшествия водитель получил телесное повреждение и был госпитализирован в Мозырскую центральную районную больницу. Водитель был в застегнутом мотошлеме и соответствующей экипировке. После осмотра и оказания медицинской помощи пострадавшим назначено амбулаторное лечение. Медицинская помощь понадобилась в эти выходные и жительнице Светлогорска. В ее квартире произошел пожар. В ходе своевременной разведки работниками МЧС на полу в коридоре была обнаружена пенсионерка и передана сотрудникам скорой медицинской помощи. С предварительным диагнозом отравления угарным газом была доставлена в учреждение здравоохранения. Причина возгорания устанавливается одной из рассматриваемых версий короткое замыкание электропроводки. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания.